есть у меня вот такой усилитель это marantz pm17 ранее я пользовался уже предыдущими моделями marantz например marantz 6003 был очень интересный усилитель еще мне было marantz 1 light и вот после этого сегодня на данный момент пришел на marantz pm17 по звуку мне в общем то я не могу так вот сказать лучше ли 1 или marantz 17 потому что я в облах не сравнивал marantz перл был тоже очень хороший но мне вот кажется как бы что в принципе marantz pm17 все же лучше играет чем играл перл потому что я перед этим чтобы купить 17 я перед этим продал перл и поэтому основываясь на своей памяти так говорю мне кажется что 17 это получше а еще я слышал 15 тот имеет еще более сочный звук принципе но здесь вот уже вот marantz pm15 очень вкусный звук очень хороший вот я сейчас включу на кваде 99 это сиди проигрыватель причем очень хороший в том плане что у квада есть всего две как бы модели это cdp модель стоит 99 тысяч и и модель вот это квад 99 квад сиди с 99 значит между ними разница как бы по начинке в принципе нет но в сиди поэтому что добавлен предусилитель который кстати может негативно влиять на качество звука поэтому можно расценивать что вот этот квад с 99 это высшая модель у квадов по сути так как он лишен предусилителя вот и действительно классно играет очень детально очень объемно в магазине его можно купить за 34 тысячи рублей но как бы при вот этой стоимости 1000 долларов да вот любой конкурент за 1000 долларов он намного хуже играть чем квад квад явно более высокого класса так попробую пищу значит вот и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 проблемы, когда он убавлял громкость, вот этот частот продолжали цыкать, не убавляясь почему-то. Но не смотря на это, у человека было однозначно, что он выбрал именно этот аппарат, но это было понятно, хвостная двушка такая. Ну, пока вот Marant 17. Мне он очень нравится. В принципе, это такой аппарат, имея который, можно, в принципе, вообще не думать, что там поменять усилитель. Я понимаю, что можно хотеть чего-то лучшего, там 15 Marant, или там Крел, или там... Ну, разные есть варианты, там... Антхем, там, или Анзем, не знаю, что там называется, ПВА-2, например, или там Атком какой-то, или там еще какие-то варианты, Роксан. Ну, вот этот аппарат, он уже позволяет не думать о том, что я хочу поменять усилитель. То есть, когда мы слушаем более простые аппаратики, мы просто не знаем, что такое детальность, там, микродинамика, макродинамика и так далее, там, вот. Мы можем просто наслаждаться, вот, например, вот, я покажу. Вот, например, Акань, вот у меня в пленочке, АМ-2250, я его заделить тем, что там предлагаю. То есть, во-первых, эта модель 2250, она очень классная по звуку. Есть модели 2200, 2400, там, 2600, как бы, они могут быть, как бы, дорогие, дешевые, разные, но... Они, кстати, тоже интересно звучат, но вот именно 2250, он очень классный звучит, очень музыкально, вот. И, то есть, если сравнивать с ними его, то он, это другой класс аппарата. Вот. То есть, им можно просто снимать и наслаждаться. Вот. Вот. Прекрасный аппарат. Пионер А66X. Они с сатаем очень схожи, но они, кстати, это не схожи. Пионер А66, я за 10, по-моему, 2500 предлагаю. Вот. Он, во-первых, очень красивый. Ну, я извиняюсь за такое свинство тут. Пыль, как бы, за день налетела на ручечки. Очень приятный и мягкий звук. Ну, классно играется, как бы. Ну, например, если сравнивать 656 и 66, ну, пионер, ну, они примерно одного класса, но я бы 66 выбрал. Классный, 85-го года аппарат. Это, вот, можно видеть знаменитый Philips CD650. Как бы. Демон 660. Симаран 40. Боковой. Ого, ну, и красота. А вот у нас еще один 16 Mark II. Эти аппараты обожаю. В звуке им равных нет в их диапазоне. Это просто must have. Если у вас что-то, как бы, куплено из аппаратов современных дешевле 50 тысяч, ну, там, 20-30 тысяч, то это все сразу можно продать и забрать в пионер, и вы просто будете поражены качеством звука. Это не надо. Вот, фантазировать, там, какие-то мифические супер-кабеля покупать, там, и так далее. Вот, например, да? Что у меня тут? Кабель смешной, вот такой вот. Стоит 4 тысячи, да? Что-то там, Supra, Larat, Larat, что ли? Ну, для фанатов, как бы, кобелей. Тут у нас позолоченные, как бы, и так далее. Ну, вот, я не знаю, вот, как бы, я занимаюсь тем, что я сам, как бы, тоже схему создаю усилителей, как бы, паяю. Ну, это хобби такое, как бы, занимаясь звуком. Ну, для меня, честно говоря, кажется бредом. Вот, у нас тут 500 километров связки алюминия, кабелей, там, до квартиры. И вдруг, вот, тут вот эти вот, вот, метр вот этого толстого кабеля мне вдруг даст вот он качество звука. Ну, я не знаю, это адекватно можно это воспринимать или нет, там, ну, и все в таком же духе. Надо понимать, что никакой вот этот кабель, тоже, кстати, если кто хочет, есть в этом наличии. Вот, он, как бы, не повлияет, если у вас есть выбор купить усилитель лучше, стоимость на 4000 дороже, или, как бы, кабель. Выбирайте усилитель. Кабель, кстати, за 2500 есть в наличии, пожалуйста, если есть желание. Вот, это то, что стоит 4000 в магазине. Вот, ну, есть много вариантов. Ну, как бы, про свою систему я более-менее рассказал. Вот, есть и много других аппаратов, но какой-то другой жанр, если только попробовать, ну, допустим, оркестр. 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 Ну, так, Caroline. Бrio, мол... Рисанельilia. Та. Рисанельilia. Девушка не eliminates того, чтобы не преды отметить, Добавил субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует...